Дерек Гейнер Дерек Гейнер Маркесу трудно будет угнаться за Гейнером У него хорошие ноги у Гейнера Он привык к тому, что большинство противников ниже его роста Он знает, что боец, который ниже роста, как правило, физически сильнее Его задача не пустить таких, как Маркес, на среднюю дистанцию, где он немедленно потеряет свое преимущество Гейнер обладает острым прицельным ударом Сейчас, с возрастом, он перестал суетиться, как это было в молодости Расчетлив, очень хорошо чувствует время И умеет распределить силы на все 12 раундов Маркес же привык к жесткому бою Круппу Элегантно так вышел Гейнер Из опасного положения Публике не нравится, что Гейнер бегает В Америке это называется Включить заднюю скорость на своем велосипеде Или крутить педали назад Эффектная атака Лёсткий размашечный удар у Гейнера, но по защите 10 секунд до конца раунда Раунда, в котором ничего не произошло Маркес немножко скован Обескуражил его Гейнер в первом раунде Нет, просто так мощным ударом с дистанции Гейнера не достанешь Маркес понял, что догнать Гейнера не удастся Поэтому провоцирует Гейнера на атаку Низко ударил Маркес И снова Гейнер растягивает не только дистанцию, но и время Вот это уже нехорошо со стороны Гейнера Удар был правильным, а он жалуется на то, что его снова низко ударили Есть еще время у мексиканца пристроиться Гейнер Гейнер редко атакует И это дает надежду, что Долго все-таки ему не удастся бегать Не хочу забегать вперед Делать какие-то скорополитные выводы, но Гейнер, конечно, уже не тот Меркерсон заметил, что Гейнер сам себя ставит в неудобное положение, когда атакует прямым ударом Издалее, слева, сильной рукой И идет назад без такого подстраховочного удара правой Бей правый крюк на отходе Советует Меркер Далеко, далеко стоит Гейнер Конечно, Маркесу трудно сократить эту дистанцию, потому что Гейнер постоянно на чеку Но и самому Гейнеру не очень удобно Приходится тянуться с ударом Выглядит все это, конечно, не очень Впечатляюще, прям скажем Дома и виду то, что делает Гейнер Публике не нравится Но Вперед еще много раундов Все может быть В такой манере, конечно, бой выиграть довольно трудно Я имею в виду, опять-таки, Гейнеры Но и Маркес слишком уж откровенен Первая, сколько-нибудь внятная атака Маркеса, правда, по защите Но для него Важно решить главную задачу Найти свою дистанцию к бою с Гейнером И удержать ее Пока что Гейнер Мудряется держать его Далеко от себя Десять секунд до конца раунда С таким бойцом, как Гейнер В таком положении Ничего не сделает Я имею в виду Прямо-лимене с Маркесом Здесь нужна игра Игра к туловищам Шади по фронту Уклоны Только это смогут Держать Гейнера в напряжении И снова высоченный Гейнер Широко расставив ноги Тем не менее Действуя С такого поскока Что позволяет ему легко уходить Смещаться в любую сторону Достаточно быстро Так прогондировал немножко Противника Джеба И снова Большая пауза Странно, что Гейнер Будучи левшой Не движется в неудобную сторону Неудобную для Маркеса Все время перед ним Прихватил противника Гейнер Баркеса Баркес действует достаточно внимательно Но тоже Чрезмерно уж размашист Атака издали против Гейнера Не сработает Это только ложными ударами Можно зацепиться за него И ворваться на среднюю дистанцию Маркес пытается это делать Да, с Маркесом Чудки плохо На средней дистанции Он в нее просто рвется И там, конечно, он Полный хозяин Пятый раунд кончается Достал сейчас Маркес Вот Статистика на шутгейнера Два поражения нокаутом В титульных боях Вот в чем причина его осторожность Он знает Пропускать Удары Особенно таких как Маркес Это Считайте, нужно распрощаться Со всеми надеждами На победу Беда Маркеса Я уже говорил В том, что он действует Слишком однобратно Несколько атак Которые он провел сам Успеха не принесли Вот он Поджимает Вызывая гейнера на атаку Задача поймать гейнера на встречном движении Гейнер полностью потерял инициативу Я понимаю, как Старый добрый Мерк сейчас разочарован Конечно, легко давать советы Но мне кажется, если бы Маркес действовал чуть полегче Он был бы посвободнее И у него было бы больше шансов зацепиться Кончается пятый раунд Думаю, что пора Маркес ему сказать Своему бойцу, что так бои не выигрывают 10 секунд Спокойно говорит, что движение-то хорошо Но мы уже вышли драться Да, Маркес вот сейчас ошибочку допустил Гейнера Вот такой короткой серии не взять Три удара Отбрасывает гейнера к канатам И Маркес делает шаг назад А гейнер даже не пытался уйти с этого места Гейнер мисс bedrooms Пссссср Шестой раунд идет Хватит сил у Геймера или нет Если он остановится, он окажется в руках паркета Если он не будет действовать в контратаке То уж сто процентов он будет в руках Маркес Встал Геймер Поразительно Геймер был очень хорошим боксером Техничным, острым, с приличным ударом Туда все делаешь Маркес, конечно, опасен Но Геймер выказывает ему чересчур Такое чрезмерное, я бы сказал, уважение Десять секунд Десять секунд Ну, этому перерыву всем уже ясно, кто больше хочет выиграть бой Пока Маркес не может похвастаться чистым попаданием Геймер ускользал Но Обычно судьи смотрят на то, кто больше делает в ринге А тут картина абсолютно ясна Седьмой раунд Непонятно только одно Почему Маркес оставляет противника после своей комбинации Вот видите, снова сделал шаг назад Геймер даже не пытался уйти с этого места Я понимаю, что если бы Геймер стремился встретить Поймать на ошибке Маркеса Он даже этого не делает Ну, вот вам и реакция публики Абсолютно справедливая, на мой взгляд Абсолютно справедливая, на мой взгляд Второй раз предупреждает рефери Снимочку Что там произошло? Нужен доктор Удар головой Рассечение И врач интересуется Будет Геймер бой продолжать или нет Давайте посмотрим Ну, кто виноват? Геймер виноват Я абсолютно в этом убежден Все, бой закончен Говорит рефери Геймер не хочет продолжать бой И давайте-ка ваши карточки Говорит рефери Судим Будем считать очки Не знаю Мне кажется У Геймера никаких шансов нет Не рано ли праздновать победу Маркес Послушаем судей Что бы они не решили Я абсолютно уверен Что Геймер бой Не выиграл Все, что угодно Тут затягивает соглашение вердикта. Должен вам сказать, это, конечно, мое личное мнение. И сам Маркеста, в общем, не произвел сильного впечатления, потому что во многих случаях он был просто беспомощен. Допускал множество ошибок. Но то, что он старался и делал больше противника, в этом сомнении нет никакого. Продолжение следует... Да, как и ожидалось. Все три судьи большим отрывом дают победу мексиканцу. По-моему, правильно. По-моему, справедливо.